Сегодня в эфире. Однако пока неизвестно точно, какие это будут меры, поскольку документы не согласованы, сообщил Владимир Жолобов. Через две недели в Петербурге состоится донорский совет, на котором обсудят меры социальной поддержки первичных доноров, оставшихся без денежной компенсации за питание после вступления в силу нового закона о донорстве крови. Однако, как отмечают эксперты, не изменить закон, не отменить его вовсе нельзя, Россия должна перейти на безвозмездное донорство. Другое дело, что регионы имеют все полномочия, это прописано в законе, и возможности отдельно оказать поддержку добровольцам. Один из возможных вариантов такой поддержки – пластиковая карточка, воспользоваться которой можно будет только в определенных продуктовых магазинах. Чем должны кормить доноров крови в Петербурге, узнаете здесь, за месяц работы по новому закону городские больницы уже ощутили острый дефицит крови. Только в 31-й больнице число доноров снизилось на 20%, в Елизаветинской больнице и того больше – на 28%. Поэтому в сложных условиях врачи просят петербуржцев войти в положение, если вас, как родственника пациента больницы, просят сдать кровь, это не блажь, а реальная необходимость. Где в Петербурге сдать кровь, смотрите здесь. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.